Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Радио «Народная волна» А мы что? Нет, всем привет. Всех приветствуем, где бы вы ни находились. В Израиле, в Украине, в России, в Германии и так далее. Надеюсь, что у вас всех все в порядке. Для народа из Европы эта передача называется «Для тех, кто не спит». Для тех, кто не спит. Ну и не только... Да, и в Израиле уже, надо сказать, времени 11 часов. Надеюсь, я не ошибся. 11 часов, начало 12-го. И по-прежнему люди еще здесь. Приветствуем вас, дорогие друзья. Добрый день, здравствуйте. Доброй ночи, доброго утра, тому кого... В общем, да, кто что празднует. На Дальнем Востоке полночь. Как всегда. В Петропавловском, Чацком. Да-да-да, точно. Помнишь эти позывные? Ну да, конечно. Так, сейчас идут слушания в Сенате. Ну, Анатолий сразу скептически. Мы когда еще говорили, что будут слушания, я, пожалуй, с ним согласен, что эти слушания ничего не дадут, значит, республиканцы будут тактично задавать вопросы относительно знал Коми, почему Коми позволил себе подписывать аппликейшн на Файзеккорд, при том, что он знал, что источник не просто, так сказать, лживый, а еще и на самом деле является агентом Путина, то есть агентом спецслужб. И они это знали. То есть его в 2006-м, в 2009-м расследование проводили, контрразведывание. Контрразведка, да. Да. И знали, что он агент спецслужб России, и вот он был источником основным. То есть российский шпион подавал информацию, был на зарплате у демократической партии и так далее. В общем, начальник... Его расшифровать они не могли, поэтому они взяли за стилу. Да. И подвели этого стила под это дело тоже. Так что все нормально. Ну, при этом задают вопросы Коми, Коми говорит, я не знаю, я не уверен. Но как же ты подписывал... Я не аппликейшн подписывал, я подписывал, там еще термин есть. Ну, неважно, не суть. И он говорит, ну да как. Это очень узкое. Это очень узкое, я не должен знать. Как ты не знал, что вот это? Нет, не знал. И это не знал, и это не знал. А вот твой Кляйн Смит, Кляйн, там, исправил. Ну, ошибки бывают. Ну, в общем, вот такая вот игра. Зато каждый демократ, и даже дико, извините за выражение, Дюрбин, все начинают с того, что в то время, когда вся страна страдает от COVID-19, мы занимаемся вот этим вот. А еще Кристофер Рей сказал, что Россия и сейчас пытается, так сказать, вмешаться в нашу предвыборную кампанию, а мы сейчас вспоминаем то, что было шесть лет назад. Как будто вот Россия появилась на свет шесть лет назад, а до этого ничего не было. Как будто до этого покойник Кеннеди, Тед Кеннеди, не ездил в Советский Союз, не обращался к начальнику КГБ с просьбой предпринять все меры, чтобы не допустить этого ненавистного Рейгана к президентству. То есть Клинтон, Рэдклифф, начальник национальной разведки, начальник всех разведок США, написал там запрос, сделал Грэм, и он написал в ответ, что на самом деле это спланированная акция, был перехват, что Хилари Клинтон с целью отвлечь от своих вот этих делишек гнилых, когда она бизнес свой вела на частном сервере, и только идиоту или наивному абсолютно человеку, новорожденному, не ясно, что она это делала, исключительно с тем, чтобы покрыть коррупцию, покрыть наглую коррупцию, покрыть вот с тем, чтобы не дать возможности публично узнать, чем она занималась. И вот чтобы отвлечь от этого внимания, так сказать, общественности... Причем, самое интересное, она на своем сервере, она действительно, она не вела государственные дела, но она на своем сервере вела дела, типа своего фонда, который получал деньги именно за счет того, что она была секретарем Соединенных Штатов. И как только ей дали под зад из секретарей, она стала частным лицом, фонд вдруг перестал получать деньги. То есть, вот он получал деньги, то есть все благотворители, особенно с Ближнего Востока, миллионы, миллионы, и не только с Ближнего Востока, и Рашка 25 миллионов дала, ну, там, через третье лицо, за то, что продали вот этот вот уран. Значит, миллионы и миллионы долларов, все страдали прям за детей Гаити, десятки, сотни миллионов несли. В общей сложности, если я не ошибаюсь, фонд Клинтонов собрал порядка двух миллиардов долларов. И вдруг, когда Хиллари Клинтон ушла на пенсию, с поста госсекретаря у людей пыл пояссяк сразу. Но только идиоту круглому может быть непонятно, за что получала этот фонд деньги. И есть уже факты конкретные, об этом говорила даже ее помощница, как и... Ума обердин. Ума обердин. Это же надо было выбросить. Да. Ну, в общем, коррупциями... Но, ну, это не важно. На самом деле, кого это волнует? Разве это волнует избирателей и демократов? Разве эти факты их волнуют? «We choose truth over facts». Да. Вот у них девиз. Они правду, у них своя правда. Они правду над фактами. Ты знаешь, Сереж, они упустили... То есть они, я имею в виду, это кто? Республиканцы. Они просто упустили вот тот пояс. Они не успели в этот последний вагон, когда можно было еще действительно как-то придавить. К сожалению, все вот то, что происходило, вот эти гонения на Трампа, ну, на самом деле, заговор. Давайте называть вещи своими именами. Это был заговор с целью не допустить, не допустить его до президентства. И это с каждым днем становится все более ясно. Но с каждым днем, господа либералы, все больше и больше упираются, затыкают уши, закрывают глаза, не хотят слышать, видеть и чуять запах коррупции и заговора. Так вот, с каждым днем это становится все более и более очевидным. И, к сожалению, в рядах республиканской партии на то время было достаточно таких же коррумпированных людишек. Вот те первые два года самых-самых-самых важных, когда были Пол Райан, когда был Маккейн, когда был Флейк, когда были вот эти вот все, как ты их называешь, коррумпированные республиканцы, это именно то время, когда это можно было прихватить. Просто не допустить вот того шабаша, который они устроили на протяжении двух с половиной лет. Если бы, опять же, не этот Сэшенс не влез, а потом не вылез, если бы не было... Вот это все навлекало... А потом он кричал, что он лучший друг Трампа. Понимаешь? Вот пока Трамп не почистил... Вернее, пока не отшелушилось вот это вот... Вся... Демократы живые. Либералы, иного Трампа, ему ставят это в вино, что, мол, дескать, кем он себя окружил, он людей увольняет. Ну, представляете себе, человек приходит в огромную корпорацию, ни сном, ни духом, со стороны. Приходит, начинает работать, и все ходят ему, в глаза заглядывают, вроде улыбаются, и все, все нормально. И ножи ему в спину. Тык-тык, тык-тык, тык-тык. И пока он с этим дерьмом разбирается, пока он начинает понимать, кто чем дышит, и с какой целью работает, на кого работает, зачем работает, это забирает время. А он действительно, человек пришел со стороны. Он должен полагаться на тех, кто был рядом с ним в избирательную кампанию. С ним был Прибус, с ним был Сэшенс, Тилерсон. Тилерсон. А он на них опирается, он опирается на их мнение, потому что он их не знает, этих людей, которые сидят. А таких людишек, подлючих, сидят в каждом ведомстве по 90%. Зачем далеко ходить? Его же френд, этот, скоромучий. Понимаешь? Человек, которого он сделал пресс-секретарем своим. Директором. Директором пресс-службы. Пресс-службы. Да, да, да. И тот же пошел. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе фамилии, которые мы называем, которые оказались абсолютными подонками, негодяями, и которые его, ему не дали действительно сделать то, что он бы мог сделать с самого первого дня, если бы ему кто-то помог. К сожалению, я уже говорил, что есть демократическая партия, есть республиканская партия, есть партия Вашингтона. Да. Которые сидят и трясутся за свой собственный карман, все остальное их мало колышет. Неспроста 43 республиканца в 18-м году ушли на пенсию, потому что люди пришли делать бизнес в Конгресс. А тут такой дистраптор пришел и сказал, не-не, пацаны, стоп, хватит кормить Китая, хватит кормиться за счет того, что вы продаете Америку, интересы Америки, американских рабочих, китайцам, давайте-ка будем наводить немножко порядок. И они сразу... Понимаешь, то есть на самом деле, ну, понятны, идеологические противники в демократической партии, а здесь просто враги. Да. В овечьей шкуре, вроде мы друзья, мы из одной партии, мы все заодно, а на самом деле все скрижетали зубами и рассчитывали, что его, так сказать, все-таки скинут, не допустят, все что угодно сделают. И они позволили происходить тому, что происходило. Это их молчаливого согласия назначили и этого специального расследователя, Малора, да, и так далее. То есть людишки... Радстина вдруг привели, как говорится, в действие, которое там ни сном, ни духом не должен был быть, по идее. А потом, когда начинаешь смотреть, как они между собой и Малор, и Коми, и Радстин, и какие у них за плечами в шкафу скелеты, и как они одним миром мазаны, и какие делишки они ворочали. Ты представляешь, Малор был директором ФБР в свое время, который вручную вскормил Коми. Вручную. И вдруг против Коми какой-то там Трампешко бобер на кого? На моего товарища? На человека, которого я лично привел сюда, посадил на это место и сказал, это твое? О чем мы говорим? Они друг другу спины греют. А мы пытаемся как? Чтобы один на другого пошел вилами? Не. Я боюсь, что и сегодняшний директор ЦРУ, ФБР, Крис Рей, из той же обоймы, и так же... Его поэтому очень быстренько привели, если ты помнишь это. Его привели очень быстро, вот точно так же, как в свое время Малор привел Коми. Привели Кристофера Рея и посадили. Добрый день, вы в эфире. Алло, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Между прочим, Мюллер во время передачи 20% урановых хроников в Американске был членом безопасности Соединенных Штатов. Да? И Клинтон не одна принимала решение, что надо вот эту сделку свершить. И он хотя бы, может быть, своим молчанием участвовал в этой предательской сделке. Ну, мы же знаем, что там было названо 8 или 9 имен, которые участвовали в этом комитете. Поэтому да. А вот то, что вчера наш сенатор Грэм рассказал о том, что Хиллари Клинтон содействовала этому Раша Гейту, то я думаю, что она была не одна инициатором этой идеи, потому что ну, вот сами подумайте, вы же логически здоровым умом обладаете. Ну, зачем Путину Трамп, когда уже налаженной связи с Хиллари и все было уже на которой было. Конечно, когда ее купили с потрохами, все понятно. так сказать. Да, вот это дело, люди со здравым смыслом как раз это все хорошо и понимают. А вот те, которым не подходит именно вот эта версия, вот они ее не воспринимают. Она им просто не подходит. Не потому, что они это не понимают. Им просто эта версия не подходит. Можно еще одно извинять насчет вчерашних дебатов. Все ругают нашего Трама, что он вел себя как-то нехорошо. вот я помню дебаты между вице-президентом Байденом и Пауэльом, на котором вы остановились. Помните, он этот Пауэль вел себя мягко, культурно, в белых перчатках, ничего не представлял собой. А как он издевался Байден над ним. Смеялся. Вот то же самое было бы, если бы вчера Трамп вел бы сто процентов. Вы мне скажите, ну я не знаю, или вы давно в стране, чтобы это помнить, но может быть вы это видели, как Байден издевался над Клэренсом Тамасом, когда того номинировали на пост Верховного Судя, ну одного из Верховных Судей. Да, я помню. Вот и все, зачем далеко ходить? А вдруг нам говорят, что там они не воспитанные, они не такие, да прошло уже, прошло то время Америки, где можно было вот между Рейганом, допустим, там и Картером, да, можно было какие-то вести разговоры, можно было о чем-то договариваться, все уже не те времена, сегодня нужно драться, поэтому. Абсолютно, сейчас мы примем следующий звонок, понимаешь, в чем разница между вот той эпохой, эпохой Рейгана и сегодняшним днем, и даже раньше, у демократов и у республиканцев была общая цель, чтобы государство процветало, чтобы народ жил счастливо, пути разные, одни на автобусе, другие на паровозе, но цель была одна, на сегодняшний день у демократов и республиканцев диаметрально противоположные цели, Трамп пытается восстановить страну, восстановить ее мощь, так сказать, благосостояние, демократы же пытаются ее разрушить, это часть большого заговора, большого плана, я об этом говорил еще несколько лет назад, Америка, Сорос не скрывал этого, Америка стоит на пути построения нового мирового порядка, так он сказал, потому что, да, потому что весь остальной мир на порядок ниже, Америка никогда добровольно не отдаст свой суверенитет ООН, нужно, чтобы Америка погрязла в неприятностях, в проблемах, в нищете, и тогда скажут, друзья мои, мы не можем из этой ситуации выйти, мы должны всем вместе, всем миром, только так мы сможем победить вот те несчастья, которые на нас свалились, для того, чтобы эта ситуация создалась, нужно убить экономику, разрушить экономику, разрушить основы, на которых была построена эта страна, поэтому у нас цели разные, не пути достижения единой цели, а цели разные. Поэтому, знаешь, гордых людей победить невозможно, людей, которые гордятся своей страной, которые гордятся своим существованием, а вот те, которые как овцы, которые посыпают себя пеплом и кричат, мы виноваты, вы нас простите, дураки мы, Обама поехал извиняться по всему миру, правильно, кто-то забыл, почему Обама, за что, была как-то дискуссия по радио, почему Обама получил Нобелевскую премию, а вот почему Трамп не может, да, Обама получил Нобелевскую премию за первые две недели своего президентства, только за то, что он поехал на вот этот турне извинений, мы самые паршивые, мы негодяи, мы недостойны, простите нас, мы вам будем платить, сколько вы нам скажете, только примите нас. Давайте, прием звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Доклад Дорхима ожидался в конце мая, в начале июня, но по изовирусу перенесли где-то на сентябрь. Ну и что дальше, как ваше мнение? Судя по всему, до выборов ничего не будет. Ничего не будет. Да нет, не судя по всему, уже так и объявлено. А вот как ваше мнение? Что это значит? Что это значит? Ну, я вам скажу один, я не буду называть фамилии, но очень давно, очень давно, когда все это только началось, я сказал, я еще тогда на радио не работал, я просто вот звонил, как все нормальные люди, звонил, выражал свои мнения, я сказал, что, к сожалению, мне кажется, что ничего, из-за этого не будет. Но, ну, тогда мне было сказано, причем, это не Сергей, говорю сразу, чтобы вы не догадывались, это не Сергей, но мне было сказано, что жернова правосудия вращаются слишком, очень медленно, но зато потом камня на камне не оставят. Ну, вот, они вращаются очень медленно, вряд ли они не оставят камня на камне. То есть, расследование ведется, знаете, почему? Не для нас, расследование ведется для того, потому что очень многие люди испугались того, что может с ними произойти, если это не вывести на чистую воду. Если вдруг Трамп проиграет, что с ними может произойти в этом случае? Конечно, абсолютно. поэтому люди реально боятся за свою жизнь, реально боятся за свою жизнь, за свое благополучие. Скорее всего, так, этим можно объяснить. Правда, Бар в свое время сказал, что мы бы не хотели, чтобы это было политизировано, и чтобы это повлияло на исход выборов. Когда-то он, ну, нечто, я сейчас парафраз, нечто подобное он говорил. Хотя остается надежда, что после выборов, после того, как Трамп выигрит второй срок, возможно, это куда-то двинется дальше, хотя тоже начинается. Я думаю, что это будет ходить так называемое внутреннее мемо, такой меморандум, где будут указывать на некоторые ошибки некоторых товарищей. Может, кому-то предъявят обвинение. Может, этому несчастнику, вот ему предъявят, предъявят, не строку, нет, он свой. Знаешь, кому предъявят? А вот этому адвокату? Кляйн Смиту? Кляйн Смиту, да. Который вот это исправил с да, на нет. Но ему уже, по-моему, предъявили. Ну, не, ему предъявили, но вот ему светит реальный срок. А вот эта вся ошарашка на контора, они скажут, ну, пацаны, чуть-чуть не влетели. Ну, да. И все. И потом завтра вы попадете в эту же ситуацию, завтра мы придем к власти и начнем вас расследовать. Конечно. А уже как мы умеем расследовать, вы знаете, мы тут камня на камне не оставили, мы перевернули все камни, искали подноготных. Вон, посмотрите, Флин ни в чем не виноват и не врал агенту. А мы его впрягли. Да. И, пожалуйста. Так что, каждый из них, наверное, сидит и думает, а оно мне надо. Я просто советую тем, которые понимают, но это нужно хорошо понимать английский язык, честно. посмотрите, пожалуйста, фильм, называется Enemy of the State. И вы поймете, на что способны американские, американские спецслужбы, вот, разведка, контрразведка, ФБР и так далее. Посмотрите этот фильм Enemy of the State. Да. Грустно. Все это и печально. Да. И тем не менее, и тем не менее, я знаю, многие разочаровались в связи с этим, многие разочаровались. Кто-то разочаровался в связи с прошедшими вчера дебатами. К дебатам мы буквально через несколько минут вернемся, поговорим немного об этом. Но нам жить, нашим детям здесь жить, поэтому я не уверен, что нужно опускать руки. Ни в коем случае. И, так сказать, смотреть на все равнодушным глазом, потому что, если опустим руки и будем равнодушно на все это смотреть, будет становиться только хуже и хуже и хуже. Да. Нет. Нужно, знаешь, я никогда никого не призываю к борьбе, я никого не призываю к активизму, но я призываю к тому, чтобы использовать свое, как говорят американцы, я это считаю очень правильным выражением, God given right. Вам это право, вот тем, что вы приехали в Америку и тем, что вы стали американскими гражданами, вы вам тем самым, Бог, неважно, какого вы вероисповедания, вам Бог, вас Бог наделил правами, и одним из этих прав является право голоса. Вот пойдите, пусть вы считаете, что ваш один голос никому ничего не даст, но вот таких два-три миллиона таких голосов одиночек меняют ход истории, поэтому воспользуйтесь этим правом, пойдите лично и проголосуйте. И вот тогда вы скажете, я сделал все, что я мог, я отдал свой голос за того или иного кандидата. Потому что, к сожалению, те, кто в свое время убежали из социалистического рая и по-прежнему пытаются, да не по-прежнему, а теперь пытаются этот рай построить здесь, они очень активны, они пойдут голосовать, они активны, я не знаю, то ли по недоумию, то ли еще по каким причинам, но люди, которые убежали, на зло, на зло, которые убежали из социалистического рая, пытаются построить нечто подобное в этой стране, можно проводить параллели, если вы хотите, сколько угодно. Потому что человеческая черта характера вот эта идиотская, это то, что, а меня это не коснется, мне, вот он заработал человек деньги, да, а теперь, заработав деньги, устроив свою, как говорится, старость, вот теперь давай наложим вот такую, прошу прощения за мой уличный язык, вот такую кучу всем остальным, а чего, она же в меня не попадет, вот и все. Иллюзии, иллюзии. Да? Небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте. Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно, работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Возвращаемся в программу Народная трибуна и продолжаем наш разговор. Тут комментарии в Ютьюбе есть, Ира Горбатова пишет. Берите детей и внуков, бегите из Чикаги по домам, откуда сбежали, промахнулись вы, господа. А нет, Ирочка, не промахнулись мы. И бежать мы никуда не собираемся. Единственное, что может быть поменять штат, потому что от штата, от штата ситуация разная. И мы говорим о проблемах, которые реально существуют и на штатном уровне, и на федеральном уровне, но другой такой страны в мире просто не существует. Во всяком случае, для меня точно. И ни за какие ковришки из Америки я не уеду. Ну, а для меня тем более. Так что... Это даже не вариант. Да. Так что никуда бежать мы не будем. Мы будем принимать активное участие, использовать свое гражданское право. Будем ходить голосовать, будем пытаться изменить что-то. Ничего. И уж никогда бы не пожелал своим детям. Даже в Европу не хочу. Не хотел бы, чтобы мои дети поехали в Европу. В Европе нет такой страны, в которой бы я смог жить, потому что... Ну, не знаю. Вот это моя страна. Ты знаешь, Сереж, вот я тебе клянусь, поездили, слава богу, вот действительно, слава богу, дал нам бог возможность с женой поездить. Объездили всю Европу и побывали везде в Европе. Скажу тебе честно, нигде, вот куда бы мы ни ехали, ни в Италии, ни в Франции, ни в Австрии, ни даже в Швейцарии, попадаешь в Америку, вот ты чувствуешь, что ты дома. Это твоя страна. Твоя. Все остальное, это, как в том анекдоте, разница между туризмом и ПМЖ, понимаешь? А вот приезжаешь в Америку, это твоя страна. И поэтому я понимаю, почему люди, живущие в других странах, пытаются все-таки сюда попасть. И даже те, которые нас поливают трехэтажным матом, находясь где-нибудь в районе Нижнего Новгорода или Москвы, Ленинграда и так далее, даже эти люди спят и видят, мечтают попасть сюда. Поэтому нормально. Хорошая здесь страна. Мы ничем не промахнулись. Дети наши будут, слава богу, жить в хорошей стране. Потому что, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. История Америки знает много таких кренов влево. Это периодически случается. Приходят к власти такие люди. Но сейчас немножко сложнее, потому что левачье, отмороженное абсолютно, которое называет себя прогрессивными, ну, мало того, что Голливуд, Голливуд всегда был левым, всегда был коммунистическим. Но вот левачье, средства массовой информации тоже всегда были левыми. Может быть, несколько скрывая, пытались это скрыть. Но беда еще заключается в том, что система образования в нее внедрили слева, и вообще она настолько стала антиамериканской. То есть они воспитывают поколение людей, поколение американцев, которые изначально эту страну ненавидят. Потому что им внушается, что эта страна худшая в мире. Она построена на принципах расизма, и вообще исключительно из-за расизма, как этот 16-19 проект, который говорит о том, что революция эта произошла, потому что вот, дескать, в Англии начали отказываться от рабовладения, а американцы не хотели. То есть переворачивают историю, переписывают историю. Ну, большевики, типичные большевики. Переписать историю. И воспитывают поколение детей, которые эту страну должны ненавидеть. А поколение людей, которые ненавидят эту страну, они ее защищать не будут. Поэтому вот эта проблема, и Трамп пытается с этим, кстати, бороться. Он об этом заявил. Кстати, в дебатах был поднят вопрос. И Крис Воллес, которому мы всегда, так сказать, давали оценку, которую он заслуживает, ну, типичный, зарегистрированный демократ, поэтому он всегда будет использовать возможность, чтобы ударить, там, скажем, в спину президента Трампа. И вот как он сформулировал этот вопрос по поводу Трампа, отменившего вот эти занятия, по воспитанию расового... Как же эта программа называется? Диверсифайд. Но еще какая-то она отдельно называется эта программа. Диверсити трейдинг. Не диверсити, а нет, как раз с расизмом слово связано, если я не ошибаюсь. И Воллес попытался это вставить. Вообще, Воллес, Трамп это заметил, говорит, мы с тобой дебатируем, а не с Байденом... На всякий случай. На всякий случай, да, потому что модератор, который как бы призван регулировать, задавать вопросы и пытаться, так сказать, регулировать ход дебатов, вдруг вступил в дискуссию с Трампом. Я аж подпрыгнул. Ну, ты уже хотя бы видимость создавай, что ты... Мало того, что вопросы были построены таким образом изуверски по отношению к Трампу. Вопрос к Трампу задан, вопрос к Байдену задан. Изуверские вопросы. Построены были изуверски. Так он еще не... Вопрос к Байдену уже был. Сережа, ты мне... Сори, я тебя прерваю. Вопрос к Трампу, конкретный вопрос по, скажем так, по президентской программе, а вот почему ты этого не сделал. А вопрос к Байдену был, «А как ты думаешь, почему он этого не сделал?» Ты понимаешь, сама по себе постановка вопроса. Или дознает вопрос, который, казалось бы, острый, и Байден на него не хочет отвечать. Да. И фоллоуап вопроса уже нет. И когда Трамп пытается задать фоллоуап вопрос, он ему говорит, «Две минуты». Какие две минуты? Ты о чем? Какие две минуты? Какое... Что это за дебаты? По две минуты. Я думаю, что ни для кого, так сказать, ни от чьего взора это не укрылось. Конечно. Все, кто смотрели, все видели предвзятость Криса Волоса, и все, так сказать, это понимают. Добрый день. Хотя, справедливости ради, может быть, я не знаю, у меня двойственное отношение к дебатам. Крису Волосу? Крису Волосу однозначно, так же, как и Байден, из одной команды. Естественно. Единственное, я иногда думаю, может быть, Трампу не следовало. Ну, давай, привел звонок, потом. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. А вы это мне? Да, вам. Выключите радио, пожалуйста, и говорите в трубку. Добрый день. Я хотел спросить вас, вы мне можете рассказать, что вчера произошло на этих дебатах, как там с Байденом произошло? Потому что все эти телестанции говорят, что наш президент очень нехорошо себя вёл, и вот закрыть. Понятно. Да, да, спасибо. Ну, на самом деле, ничего удивительного в этом нет. До дебатов можно было сказать, что все эти телестанции, ну, за исключением, может быть, на факсе несколько человек говорят одно, несколько человек говорят другое, все остальные, однозначно, мы знаем, что вся медиа на стороне демократов. То есть, ничего нового в этом нет. Что касается, да, обвинения Трампа в том, что он недостойен себя вёл, как вы думаете, а кандидат в президенты, который говорит, типа, заткнись, мужик, это нормально? Заткнись, мужик, он говорит президенту Соединённых Штатов Америки. Шарап, нет? Шарап. Заткнись, мужик. Это либералы пропустили мимо ушей, их это не возмутило. Или назвать президента Соединённых Штатов в клоуна. На всю страну клоун. И это их не возмутило. То, что Трамп пытался, так сказать, задать фоллоуап вопрос, может быть, несколько, так сказать, сумбурно, я бы на самом деле, как мне кажется, нужно было немножко иначе, нужно было дать возможность Байдену выговорить свои... Ему не дали бы, Серёженька. Вот это то, что не ловит. Я удивляюсь. Знаешь, почему? Потому что к этому крысу-волосу отношение белых вот этих рукавиц, понимаешь, таких пушистых, мягеньких, они, ну, понятно, да, он там, у них считается столб американской прессы. ты понимаешь, почему Трампу приходилось всё время перебивать? Потому что... В противном случае вообще бы ничего не сказали. У Трампа было как минимум три поинта таких железных, которые, к сожалению, проскочили. Да, там всё проскочило. Он Трампу не давал ответить по своей программе, а Байдену он не давал говорить больше, чем минуту, потому что он понимал, что сейчас Остапа понесёт. И он его тут же прерывал. И потом он к Трампу после этого минут двадцать задавал какой-то абсолютно никчемный вопрос, давая этим самым возможность Байдену отдохнуть, собраться как-то с мыслями и прочитать следующий ответ. Ты что, ты видел вообще у Байдена глаза поднимались только тогда, когда уже ответ был, вопрос был задан. До, вот, если взять синхронизацию, значит, Волос говорит с Трампом, в это время Байден, зная, какой будет следующий вопрос, хотя бы тему, он начинает читать и запоминать. И глаза не поднимает пока. Когда он отвечал, у него было такое выражение лица, как будто он смотрит в телепрамптор, вот в одну точку. Кстати, мне не понравилось, там было одно интересное движение, вот здесь вот, я не знаю, ты заметил или нет, он это сделал несколько раз. Я смотрел на фейсбуке, показали крупным планом, что якобы-то там действительно видно какой-то праводоктор. И он постоянно тут что-то, причем под пиджаком. Под пиджаком, да. Почему? Потому что они договорились о том, что им в уши посмотрят представители... По-моему, они договорились. Договорились. Да. Да, договорились, что в уши посмотрят, что в ушах не будет никаких этих вот и телепрампторов не будет. В ушах может быть и нет. Но я уже потом подумал, у него же здесь абсолютно спокойно может быть какой-то этот вот типа как спикер. Но он постоянно туда везет. Все возможно. Если, послушай, если ФБР с ЦРУ могут устроить заговор против президента, то почему невозможно сделать кандидату в президенты от коммунистической партии Соединенных Штатов Америки? То, что Трамп перебивал, ребят, вы не слушайте вот это вот все, всю эту требуху, которая вещает на этих каналах типа CNN, MSNBC и даже факс. Вы поймите, почему факс, потому что волос работает на факс. Факс против своих не пойдет. Им не дадут. Поэтому вам все равно правду не скажут. А вот то, что у Трампа не было другого выхода, ему нужно было как-то, у Трампа была, действительно, у него была адженда. адженда была элементарная. Ему нужно было выбить Байдена из состояния равновесия для того, чтобы он понес ерунду. Точно. Но волос, зная это, он не позволял Трампу что-то сказать Байдену, а как только он видел, что Байден начинает заводиться, он тут же переводил тему на другой вопрос. Вот и все. Вот вам вся стратегия. Давайте попробуем еще искренне звонок. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Вот по этому поводу я задал вопрос Алексею Орлову, но не ответил и насчет того, что было бы справедливо, если бы ведущий, было бы один консерватор, другой левый. Консерватор бы задал вопрос Байдену, а этот задал бы допустим Трампу, и это было бы справедливо, как на суде адвокат и прокурор. Один отвечает, другой нападает. Ну, вы понимаете, проблема в том, что это не формат дебатов. Дебаты обычно проводятся, даже если их трое, это все трое одного направления. То есть, я честно говоря думал, что там будет Уоллес, Марта и Брэд Бэрд. Бат. Я потом понял, почему там не было ни Марта, ни Брэда Бэрд. Потому что тогда волосу было бы очень тяжело управлять всем процессом. Так он управлял М1. Имея Марту и имея Брэда, пришлось бы ему немножко помолчать, а это невозможно. Вот почему он был один. Спасибо большое. В конце концов, Дебатом Лайн. Что-то изменится после этих дебатов? Еще 25 дебатов. Только изменится может только одно. Во что я не верю, что MSNBC или PBS дадут Трампу возможность вывести из равновесия. Если ему волос не дал, то следующие два дебата в жизни не позволят Трампу вывести Байдена из равновесия и он не дадут ему нести вот эту ерунду. А если этого не произойдет, то 25 дебатов ничего не изменит. им предстоят еще двое дебатов. Одни, по-моему, 17-го октября, ближайшие. А поговорит о том, что Демократическая партия рекомендует Байдена отказаться от последующих дебатов? Не так даже Демократическая партия, как все СМИ говорят, что эти дебаты, если это будет проходить... А это разве не одно и то же? Ну да, что если эти дебаты будут проходить в том же формате, то нет смысла их проводить, потому что они ничего не дают. И это правда. Это правда. Они ничего не дают. Меня интересуют, вот следующие дебаты, будут интересны между Пенсом и Камалой Хэррис. Она шел бичи. Шел бичи, вот это как раз. Я не представляю, как они собираются на нее набросить поводок, чтобы она не проявила свои вот эти вот colors. Вот так как она это сделала на слушании Кевану, так как она это сделала на дебатах с Пенсом, с Байденом, понимаешь, меня интересует, как они собираются ее контролировать, потому что там рот такой черный. Вообще невозможно найти. Наверное, они сейчас ее тренируют. Потому что Пенс, она по сравнению с Пенсом будет выглядеть просто как уличная, как базарная торговка. Понимаешь? Да, сдержанный христианин. Христианин, как они его называют, баттендап, то есть он такой застегнутый под горлышко и все это вот. Тихим голосом, сдержанный. Да. Но с другой стороны, скажи мне такую вещь. Окей, дебаты обычно, вот почему нужны были дебаты между Трампом и Хиллари, допустим, да, потому что, ну, скажем так, о Трампе, как о политике, никто не знал. И нужно было показать людям, что же, кого же мы все-таки идем голосовать. С чем он идет? Здесь у нас действующий президент, 4 года, который мы четко знаем, что он сделал до... Хорошая линия. Я за 47 месяцев сделал больше, чем ты за 47 лет. Вот. Понимаешь? То есть, что Байден мне сейчас хочет рассказать о том, что он, став 78-летним, преклонного возраста, ну, человеком с деменцией, может работать лучше, чем 40-летний чувак, у которого там все внутри кипит? Нет. Понимаешь? То, что он тупее Трампа, это 300, ну, 300 пудов. Ну, тупее. Поэтому мне понравилось, как Трамп ему сказал, слушай, ты при мне слово умный не говори, потому что ты там еле колледж закончил, не знал какое-то название своего колледжа, а ты мне говоришь про умный. Вот это вот, ты знаешь, я тебе клянусь, я своей жене, мы вчера вдвоем смотрели эти дебаты, я ей сказал, я не понимаю, Трамп, когда он выступал с Хиллари, у него был просто фонтан юмора, фонтан. О, кстати, да, и вот об этом было у нас Сара Хакаби Сендерс сказала, что он обладает чувством юмора, ему обязательно это нужно вставлять туда. Я не мог понять, я своей жене жилом, я там что-то он нервничал, что-то где-то происходит. Он очень нервничал, его удерживало что-то, он, или ему посоветовали, может быть, может быть, ему посоветовали быть сдержанным. Но ты понимаешь, в чем проблема? Как можно быть сдержанным, когда вот этот Крис Уоллес, он же не делает свою работу. Когда дебатируешь с двумя, один из них модератор, который с тобой дебатирует, второй свой ампонент, да. Так тот, который должен быть модератором, он же не делает свою работу, я имею в виду, он вопросы не выясняет. Он делает свою работу ту, для которой его наняли. Это другой разговор. А не то, что он должен делать, как модератор. Поэтому Трампу приходилось постоянно перебивать, потому что иначе вопросы не было наводящих вопросов. Не было, ты подумай, какое право имеет модератор проверять факты одного и не проверять факты другого. то есть вот это глупость. Фало вопрос задал и все, и заткнулся. Но Байден он ни одного не задал. Но если Байден постоянно обзывает своего оппонента лаяр, почему ни одного вопроса не было объясни, почему ты считаешь его лаяром вот в этом вопросе, в чем он не прав. И еще, что я оттуда вынес на вопрос собираешься ли ты поддержать идею расширения Верховного Суда и что еще? И эти, филобастер убрать. А, филобастер, да, филобастер, точно, точно. И Байден на этот вопрос не ответил. Он в открытую сказал, я отказываюсь отвечать на это. Как это? Ты на дебатах, что значит ты отказываешься отвечать? Послушай, для тех, кто за него будет голосовать, они же большевики, им-то это по барабану. Им по барабану, им главное к власти придут наши, они очень рассчитывают, что им от этого станет лучше. История учит нас тому, что ничему не учит. И все это в нашей истории уже было. В нашей так точно. И приходили и обещали фабрики рабочим, землю крестьянам, бабам мужиков, всем все обещали. И 70 лет русский народ, советский народ жил в условиях социалистического рая, из которого многие из наших слушателей убежали, а некоторые остались еще там душой, или мечтают построить нечто подобное здесь, поэтому будут голосовать за представителя лево-радикального требия. трамп сказал, что ты же сейчас вот после этой, как только ты скажешь, что лоя нордер произнесешь, и ты потеряешь своих леваков, и он прав. я не за грин дил, и ты потерял полностью всех своих радикальных. И в то же время он сказал, он проговорился, он сказал, мой грин дил, а волос спросил, подожди, подожди, нет, у меня есть свой план. А чем отличается твой план? Абсолютно. Абсолютно. В общем, друзья мои, голоса, я знаю, что некоторые разочаровались после того, как послушали дебаты эти, но на самом деле, если учесть все составляющие, все превходящие, то можно понять, почему Трамп себя вел, а не иначе, хотя это не лучший вариант Трампа, он мог бы сделать лучше, я думаю, что в следующий раз попробует сделать лучше. Но от этого политика Трампа не изменится, как бы он не выступил на дебатах, и от того, как выступит на дебатах Байден, или Бидон, как его некоторые называют, его политика ланчбакс, его политика от этого тоже не изменится. Поэтому давайте голосовать за ту политику, которую предлагает коммунистическая партия, или за ту политику, которую предлагает республиканская партия. Девочки, ты хочешь поехать на дачу, или чтобы тебе оторвали голову? Спасибо, друзья, спасибо. Всем хорошего дня.